Пока Эльвира Набиулина в панике бежит включать печатный станок для того, чтобы хватило денег на все инициативы Владимира Владимировича Путина, для нас с вами выступление президента стало настолько же важным, как и инфляция для председателя Центрального банка. Потому что Владимир Владимирович заявил, что появится новая 2% ипотека, ну и, соответственно, будут продлять семейную ипотеку до 2030 года. 29 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Вообще было огромное количество инициатив в рамках геополитика, внутренней политики и в целом экономического развития. И да, хотят внедрить, а точнее повысить МРО до 35 тысяч рублей в 2030 году. Правда, непонятно, какой будет у нас курс и какая будет инфляция. Но в целом огромное количество новостей, которые были и в целом в рамках обращения, нас мало с вами волнует. Нас с вами интересует, что будет с рынком недвижимости и как выступление и обращение Владимира Владимировича Путина повлияет на рынок недвижимости. Сразу спойлером скажу, что фондовый рынок отреагировал максимально положительно. Потому что акции крупнейших девелоперов после того, как объявили, что семейную ипотеку будут продлять аж до 2030 года, стали расти. Ну и в целом застройщики, я думаю, уже строят новые планы и не думают о снижении цен в этом году. Да, семейные ипотеки быть. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. И быть до 2030 года. На мой взгляд, не было никогда таких программ. По факту у нас на 6 лет дают стабильную ставку, стабильные условия в рамках семейной ипотеки. В целом, на самом деле, если порассуждать и посмотреть то, что было последние несколько лет, то мы видели, что условия по льготным программам то отменяли, то корректировали, то добавляли. Поэтому быть уверенными, что семейная ипотека останется на тех же условиях, которые было раньше, до 2030 года, я думаю, маловероятно. Потому что, по крайней мере, сейчас Владимир Путин заявил, что нужно сохранить ранние условия, а это 6% у нас получается ставка по ипотеке, до 12 миллионов. А в городах-миллионниках, кроме Питера, соответственно, и Москвы, это будет до 6 миллионов. И мне кажется, что все-таки будут пробовать как-то повышать условия по ипотеке. Точнее, повышать и расширять лимиты. Потому что все-таки 12 миллионов, с учетом текущей инфляции и текущих цен не только в Москве и в Питере, я думаю, что не так много. И зачастую многие не могут решить какой-то свой семейный вопрос. То есть решить ситуацию в рамках квартиры, где они живут. И им приходится покупать квартиры студии. Именно поэтому сейчас так много шуток, что за 900 тысяч выданных семейных ипотек за последние несколько лет, в основном люди брали студии, а не покупались от двушки-трешки. Ну, все на самом деле максимально просто. Люди в целом и делают правильно, что имеют даже семейную ипотеку. Даже если они арендуют для себя квартиру, как минимум купить одну небольшую студию для того, что можно было сдавать и как-то условно перекрывать или делать свой первый шаг. То есть когда вот хейт идет в формате того, что на семейную ипотеку не купишь большую квартиру, я лично считаю, что если вы хотите купить квартиру лично для себя большую классную, то не произойдет чудес и в какой-то прекрасный день у вас не будет 10, 20 или 30 миллионов рублей плюс семейная ипотека. Скорее всего, это нужно делать постепенные шаги. Какая-то студия, перепродали однушечка и потом уже взяли семейную ипотеку, купили себе хорошую квартиру. При этом важная новость, на мой взгляд, то, что 450 тысяч для многодетных. То есть у кого родился там третий ребенок, 450 тысяч. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита. 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. Этот бонус оставляют. То есть это не мат, капитал не нужно путать. А это как раз-таки тот бонус, который дают вам на погашение ипотечного долга. В формате 450 тысяч рублей. На мой взгляд, классный бонус, если, кстати, вы не воспользовались еще и у вас есть какая-нибудь квартира в семейную ипотеку куплена, то рекомендую обратить внимание на этот пункт. При этом нужно понимать, что, скорее всего, с 1 июля господдержка будет отменена. То есть мы в обращении Владимира Владимировича Путина не увидели, что нужно продлять какие-то госпрограммы по ипотеке и так далее. То есть если вы сейчас выбираете объект недвижимости, у вас недоступна семейная ипотека, нет IT ипотеки. И вы думаете, покупать, не покупать. Наверное, к сожалению, даже с учетом текущих цен, правильнее купить, воспользоваться ипотекой на 6 миллионов. Потому что, по факту, у вас остался март, апрель, май, июнь. А в реальности, я думаю, у вас осталось месяца 3. По той причине, что пока вы выберете объект, пока найдете, пока одобрите ипотеку, времени не так много. При этом семейная ипотека, в сравнении, например, с господдержкой, это примерно 50 на 50. То есть если в рамках всех льготных ипотек, то где-то процентов 5 у нас занимает IT ипотека. Наверное, даже процентов 5 дальневосточная вместе с IT ипотекой. И вот 95%, то есть по факту где-то по 40-45% в зависимости от месяца к месяцу, распределяется между госпрограммой и семейкой. Ну, как мы видим, скорее всего, семейка сейчас будет заниматься на новую часть. Но для девелоперов, с одной стороны, хорошая новость, а с другой стороны, у нас все-таки не так много людей, кто может себе вообще позволить купить квартиру, у кого есть первоначальный взнос. Да и в целом 6% на 12 миллионов это платеж выше 60 тысяч рублей в месяц. Довольно большая переплата. Именно поэтому следующая инициатива, которую назвал Владимир Путин, это ипотека 2%. Правда, эта ипотека будет доступна только для тех, кто является участником специальной военной операции. Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции. И вроде бы кто-то сейчас скажет, ну, это довольно маленькая цифра, да. То есть, во-первых, там мало людей, соответственно, кто сможет себе позволить купить недвижимость. Да и в целом это небольшое количество людей. На самом деле, я думаю, что эта мера намного более даже активно может бустануть рынок, чем, например, IT-ипотека. Потому что я думаю, что людей, которые воспользовались IT-ипотекой и количеством людей, которые могут воспользоваться как раз-таки ипотекой под 2% именно вот участников СВО, я думаю, участников СВО будет намного больше, как бы многим на самом деле не казалось. Понятно, что мы точно не знаем всех цифр в рамках ипотеки. То есть, какая будет сумма, на какие регионы, то есть, в каких городах. То есть, но нужно понимать, что если даже на 20 лет будут выдавать по 2%, то по факту, с учетом нашей инфляции, это практически бесплатно. Особенно, что у нас сейчас ставочка 16% и в лучшем случае она снизится до 10%, плюс государству довольно большой период придется компенсировать 8-10% ежемесячного платежа. Ну, как раз-таки в рамках кредита. Ну, и банки, я думаю, не сильно довольны такими новостями, потому что если раньше была ипотека дорогая под процентов 12 и средний срок вообще, когда люди гасили эту ипотеку, был от 4 до 7-8 лет. И банк как раз-таки первые 5 лет забирал самую львиную долю прибыли. То сейчас, когда у нас дешевые ипотеки, то люди просто-напросто не хотят их гасить. Даже есть возможность, потому что, ну, выгоднее воспользоваться какой-то гибридной стратегией, часть сэкономленных, заработанных денег положить на депозит. Сейчас 15%, кто-то дает до 16% на небольшие суммы. И это выглядит довольно убедительно. Но для рынка недвижимости я считаю, что это очень важная новость по той причине, что желающих купить квартиру со ставкой 2% будет очень много. Мне кажется, что эта цифра может достигать в районе 500 тысяч человек, то есть около полумиллиона человек смогут воспользоваться данной ипотекой. И давайте представим, типа, полмиллиона вроде бы для России это много либо мало. У нас там официально 140 миллионов населения. Я думаю, активного населения вообще, которое приобретает, покупает недвижимость, это около 30-40 миллионов. И получается, что полмиллиона от 30-40 миллионов основного населения это довольно большая часть людей, которые могут взять себе ипотеку. И, что более важно, если в цифрах, например, в Москве в среднем 10-15 тысяч сделок на первичном. Понятно, что, скорее всего, эта ипотека будет только для первичного рынка распространяться. 10-15 тысяч. То есть, например, в Москве за год это в среднем 200-300 тысяч сделок на первичном рынке. Ну и представьте, добавить сейчас полмиллиона потенциальных сделок в течение нескольких лет. Понятно, что это все растянется на Россию. Но давайте будем честными. Зачастую люди используют льготные программы и они покупают недвижимость либо в городах-миллионниках, либо это Москва и Санкт-Петербург. Ну и, соответственно, это все сможет положительно повлиять на развитие строительной отрасли, на акции доходности застройщиков и прочий момент. Поэтому лично я считаю, что это правильно адресная программа. И, как мы с вами много раз обсуждали, все будут чаще появляться новые адресные программы. Госпрограмма, обычная доступная ипотека, льготная для всех, ее больше не будет. И в продолжении истории, связанной с акциями и рост акций у застройщиков, я заметил, что одной из важных вообще тем выступлений был это фондовый рынок. И Владимир Владимирович заявил, что цель, что фондовый рынок, а точнее капитализация российского фондового рынка должна увеличиться в два раза к 2030 году. Это довольно хорошая новость для фондового рынка. И, как мы видим, сейчас огромное количество новых российских небольших компаний все чаще выходят на российские акции, на Мосбиржу, начинают торговать акциями. Кто-то делает внебиржевой стакан, кто-то, условно, делает продажу акций в открытом формате. То есть, все больше и больше компаний переходит на капиталистическую американскую сторону, можно так сказать. Но, в целом, на самом деле, у нас мало компаний, у которых котируются акции, в отличие, например, от крупных, как раз-таки, американских бирж. И, я думаю, что все будет больше и больше условий появляться для того, что теперь небольшие компании будут выходить на московскую биржу. Может, когда-нибудь ИСМАРА тоже будет выходить на московскую биржу. Почему нет, если будут доступны и понятные инструменты. На мой взгляд, это интересный сигнал. Непонятно только, почему государство... Ну, с одной стороны, понятно, но, в целом, государство намекает нам на то, что правильнее вкладываться не в депозиты или в доллар, да, а правильнее вкладываться в акции российских компаний. Наверное, если мы хотим, чтобы сейчас в условиях закрытой экономики вообще развивалась Россия, появлялись новые технологии, и мы могли, условно, у себя производить там большую часть техники и комплектующих. Потому что, кстати, вот сегодня снимали выпуск в Пике, это Академика Павлова, и там как раз-таки вот эти российские лифты Метеор. То есть, на мой взгляд, довольно классные, комфортные лифты. То есть, в отличие от того, что раньше делала Щербинка, ну, это довольно большой скачок, большое развитие. И я думаю, что, в целом, я думаю, где-нибудь к 2030 году, и в реальности, большинство даже бизнес-класса будут использовать российские лифты. Нравится им это или не нравится. То есть, это, опять же, положительный знак для рынка. Ну, и в целом, если акции наших замечательных девелоперов-застройщиков растут, если застройщики стабильно выплачивают, там, купоны по облигациям, то нам, инвесторам, которые мы инвестируем конкретно в квартиры застройщиков, я думаю, что тоже не стоит переживать. И это положительный знак. Но положительный знак для роста цен на рынке недвижимости, а не для их падения. Еще важную тему затронули. Это сберегательный сертификат. На самом деле, огромное количество людей сейчас активно инвестирует в рынки недвижимости по очень простой причине, что вообще рынок недвижимости, когда вы покупаете квартиру, ваши деньги находятся на отдельном скроу-счете, а не напрямую к застройщику. И также сейчас люди без проблем могут открывать вклады до 1,4 миллиона рублей, потому что они застрахованы со стороны государства. Так вот, Владимир Путин предложил запустить для граждан сберегательный сертификат, в котором можно будет размещать средства на длительный срок под выгодный процент и со страхованием суммы до 2,8 миллионов рублей. Мне хотелось более детально разобраться в этой теме, но, как я понимаю, постепенно клады или условно какой-то определенный один вклад будет уже страхование не 1,4 миллиона рублей, а 2,8 миллиона рублей. По его мнению, важно, чтобы россиян была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы. Также глава государства напомнил, что уже принято решение о госстраховании добровольных накоплений в негосударственных пенсионных фондах тоже в размере 2,8 миллиона рублей. Ну и кроме этого, на 1,4 миллиона рублей будут застрахованы индивидуальные инвестиционные счета, то есть как раз ИИС. Потому что, если вы не знали, вы можете открыть ИИС, вложить на него там 400 тысяч рублей, примерно до 52 тысяч рублей ежегодно государство вам готово в формате ранее оплаченных налогов НДФЛ потихоньку это возвращать. У меня у самого есть ИИС и я сейчас эти деньги, не эти деньги с ИИС я не буду доставать, а мне государство вернет 52 тысячи рублей оплаченных налогов НДФЛ, которые я платил в прошлом году. И я замечал, что старшее поколение не инвестирует там, ИИС где-то там, не покупает облигации какие-то или просто какой-то фонд ликвидности. По той причине, что эти деньги не застрахованы. Сейчас получается, что я уверен, что даже большая часть старшего взрослого поколения будут рассматривать фондовый рынок и будут рассматривать возможность инвестиций до 1,4 миллиона рублей на фондовом рынке в ИИСе, потому что там можно купить какие-то ОФЗшки на уровне 12-14% годовых на длительный период. И это будет более доходно, чем банковский депозит, плюс еще можно возвращать ранее оплаченные НДФЛ. Мне кажется, что замечательно. И это вот как раз-таки тот плюс к росту фондового рынка, про которого сказал Владимир Путин. Ну и в завершение хотел бы еще отметить проект кадра, который будет активно развиваться. Как я понимаю, это тоже инициатива до 2030 года. Первые лица правительства и застройщики бьют тревогу, считая дефицит кадров огромной проблемой не только на строительной отрасли, но и в целом для экономики. На самом деле это логично и понятно. Ну и многие, я думаю, строители в некоторых строительных компаниях стали работать курьерами где-нибудь там в Яндекс.Иде или Самокате, потому что они стали там больше зарабатывать. И это менее рискованная профессия. И здесь я не шучу, это действительно так. То есть строительных кадров не хватает. Про это еще говорил господин Хуснулин, потому что где-то в 27-м году они видят довольно большой кризис нехватки рабочей силы. Ну и плюс не забываем, что у нас стоит план построить и точнее ввести в эксплуатацию, построить около 1 миллиарда квадратных метров. То есть это более 100 миллионов ежегодно по России, а для этого нужны руки и кадры. И именно поэтому президент услышал и выступил как раз таки с предложением к СССР проекту кадры. Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза. Они, он говорит как раз про учреждения, должны работать единой логики на общий результат. И здесь важно участие будущих работодателей, сказал Владимир Владимирович Путин. Непонятно, как это может все-таки повлиять на строительную отрасль, но я думаю, что сейчас будет активнее развивать не только айтишные специальности, но и обычные строительные. Потому что короновщиков, сварщиков и вот таких профессий их на самом деле не хватает. И туда молодежь не идет только из того, что там довольно низкие зарплаты. Я думаю, что потихоньку там сейчас зарплаты растут и это может выровняться. Но сможет ли так быстро заработать проект кадры, потому что мы ждем это там 27-28 год, когда будет не хватать рабочей силы, пока не ясно. Но инициатива как минимум довольно важная. По итогу мы видим, что сейчас будет принято огромное количество инициатив на развитие экономики. Развитие фондового рынка, а там тоже есть наши застройщики. На развитие ипотечного рынка, вот вам, пожалуйста, семейная ипотека на 6 лет. И по факту люди могут планировать рождение детей, быть уверенным, что они получат семейную ипотеку и смогут улучшить свои жилищные условия. Ипотека 2% для участников СВО. Это тоже довольно важный бонус. Ну и нужно понимать, что участники СВО заработают довольно хорошие суммы, которые, скорее всего, нужно инвестировать либо на фондовый рынок, либо на рынки недвижимости. Эти моменты тоже обязательно нужно учитывать, потому что основная проблема, на самом деле, почему, может быть, коррекции или сейчас снижаются продажи у застройщиков, это не тот фактор, что нет доступной ипотеки. А у некоторых людей просто-напросто нет денег на первоначальный взнос. И мы про это не забываем. Поэтому, если действительно инициативы эти все сработают в течение 5-6 лет, можно быть уверенным, что действительно фондовый рынок может вырасти, ну а ценная недвижимость продолжит расти. Как минимум, только по одной простой причине, что для выполнения всех инициатив нужен госбюджет. А где деньги взять, Эльвира Набюлина, я думаю, знает. Придется печатать, сдерживать инфляцию. Ну и это, к сожалению, негативно повлияет на потенциально, хоть может быть и медленный, но рост, как минимум, рост себестоимости строительства. Ну, как мы видим, если есть дешевые деньги, 2% семейное, то люди также будут приобретать недвижимость. Поэтому кричать про то, что все пропало и цены завтра урухнут, конечно же, бессмысленно. Но тот факт, что пока ярких причин для повышения росту стоимости недвижимости тоже нет. С вами был Зубик Виктор, канал Смартфон про недвижимость. Больше информации у меня в телеграм-канале. Про это тоже я писал и про 2% ипотеку и семейную ипотеку. Ну и не забывайте, что каждое воскресенье в 21.00 я провожу прямые эфиры здесь, в студии, для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ну и не забывайте инвестировать недвижимость в сумму. Всем спасибо. Пока.